Видео содержит смертельные дозы спойлеров и никакого контента из фильма или трейлеров, или же иллюстративного материала. За последние дни я имел возможность посмотреть немало обзоров и почитать немало отзывов об экранизации Боевого Ангела Югита Кисира, весьма удачно реализованной командой Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса. Этот материал будет несколько нетипичен и, возможно, будет представлять интерес для тех зрителей, кто не въехал откуда столько позитивного хайпа вокруг не слишком примечательного на первый взгляд боевика. Заметим, что сейчас на «Гнилых помидорах» наблюдается «Обратный последний джедай». Фильм о воинствующей склеротичке имеет 59% от критиков, что смехотворно мало для фильма такого калибра, но при этом получает 94% позитивных отзывов от зрителей. Помимо небезосновательных подозрений в политизации рецензий, особенно в преддверии выхода иконы феминизма в лице капитана Марвел, есть и другие причины. Важнейшим аспектом оригинальной манги, о которой мы говорить в этом видео почти не будем, был аспект связи между читателем и главной героиней на эмоциональном уровне. Юкито Кесира вполне намеренно построил историю так, чтобы с Алитою сложно было себя ассоциировать, зато легко вступать в эмпатическую связь. Эмпатия, если кто не в курсе, это такая фишка человеческой психики. Мы имеем склонность проецировать предполагаемые чужие эмоции на себя, от чего и имеем способность к сопереживанию, сочувствию и прочее. Именно эту фичу и попытались мэтры Голливуда перенести на голубые экраны. Получилось ли вопрос сложный, и любой ответ на него будет субъективен. Но статистика показывает, что да. Как именно реализуется эта задача? Дьявол кроется в деталях. И уж на что, а на детали авторы сценария не поскупились. Мне физически больно было слышать смехотворные заявления о том, что в фильме слабый сценарий и куча дыр в сюжете. Разберемся по порядку. Во-первых, в типичной для аниме или манги духе, фильм состоит из нескольких взаимонакладывающихся сюжетных арок, каждая из которых завязана на главную героиню, но при этом автономно. Так есть арка эволюции Алиты от пробуждения в состоянии ребенка, прохождение через подростковую фазу, осознание своей силы своего предназначения и, наконец, пирового триумфа. Все в обертонах вопрос о моральной целостности. Есть арка Ида с его внутренним противостоянием отца, у которого возникла суррогатная дочь, и осознанием необходимости, как отпустить призрак его собственной дочери, так и принять Алиту такой, какая она есть на самом деле. Есть арка Хьюга, которая начинает осознавать глупость своей идеи Фикс в Салеме слишком поздно, что и приводит к попытке вернуться в пределы морального горизонта событий. Увы, горизонт событий можно пересечь только в одну сторону. И, наконец, арка Чирен, которая, подобно Иду, должна примириться с прошлым и тоже попробовать вернуться в морально резонное русло, чтобы снова быть собой. Все эти арки так или иначе существуют для того, чтобы усилить одного и единственно значимого персонажа в истории – Алиту. Все, что мы видим в фильме, существует только для того, чтобы позволить нам увидеть, как это изменит саму Алиту. И это выводит нас на вопрос о моральном ядре. Под моральным ядром будем понимать совокупность моральных принципов, формирующих базу личностной этики персонажа. Моральное ядро – ключевая характеристика Алиты как персонажа. Именно оно делает ее настолько симпатетической. У нее предельно жесткие моральные принципы, которые она никогда не переступает. В нагрузку, заметим, Алита всегда позитивна, всегда стремится помочь, не будет бездействовать при виде зла, уважительно к старшим, даже когда категорически с ними не согласна вплоть до разноса этажерок, эмоционально, но не истерично. И это при ее-то взрывном темпераменте. Наивна и от того влюбчива до абсурда, и при этом вовсе не глупа и способна к молниеносному анализу. Эффект усиливается введением контрастных характеристик. К тем, кто стал ее врагом, она брутально беспощадна, ненавидит столь же пламенно, как и любит, предпочитает грубую силу в решении проблем и обожает насилие, мстительное и не прощает зла. И это создает контрастный, выпуклый образ, содержащий много деталек, но при этом простой для понимания. Негативные черты с легкостью перекрываются позитивными, ведь мы понимаем, что свою разрушительную мощу на невиновных Алита не направит. Все эти черты раскрываются эффективно и без малейшего проговаривания. Например, в самом начале фильма Центурион чуть не расплющил собаку, которую Алита угостила вкусняшкой. Что она делает? Сперва она запрыгивает под киборга в суицидальной, по сути, попытке собаку спасти, затем вытаскивает ее в безопасность и только затем пытается начистить Центуриону рожу. Мы сразу видим и ее приоритеты, и ее реакцию на угрозу себе или близким, и метод разрешения проблем, все в одной сцене, без единого слова, которое было бы хоть как-то направлено на описание этого. Сцена с сердцем тоже прекрасно передает ее неимоверную наивность, открытость и эмоциональность. Она безоговорочно верит тем, кого приняла в семью, готова пойти на все, чтобы им помочь, и чтобы сделать их жизнь лучше, в ущерб себе и своим интересам. В нашем циничном мире такой жест кажется абсурдным, даже некомфортным, и таковым он является в том числе для Хьюга. Это важная часть его арки, момент, когда он наконец начинает понимать, с кем связался и насколько низкопал. Здесь довольно сильно вылазит слабость актерской игры Киана Джонсона. Типаж пацанчика-серфера здесь совсем не работает. Заметим еще, что у каждой из этих сцен есть персонажи, образующие или сюжетные последствия. Они не просто зависают в воздухе, а двигают историю вперед. Или возьмем мое смелое заявление, что при том, что она совершает много глупостей, Али-то вовсе не глупа. Тут как раз неплохо вылазит иллюстрация различий между ДНДшными характеристиками интеллекта и мудрости. Чего Али-то не хватает, это мудрость и богатого жизненного опыта. Во многих сценах Али-то без малейшей подготовки принимает верные тактические решения. Из обрывков фраз Гревиша она понимает, что Нова следит за всем происходящим через своих подчиненных. Или мгновенно соотносит таинственные ночные раны Ида и слухи о новом убийстве ночью. В то же время она наивно ожидает идеализма от людей, работающих на грязной работе за грязные деньги. Даже мелочи вроде шлема, который Ида заставляет Али-то надеть перед матчем Моторболл, на самом деле еще один крохотный штришок, показывающий каковы взаимоотношения этих двух персонажей. Фильм до отвала загружен этими штрихами и штрихочками от мелких до размашистых. Но вместе они формируют одного из наиболее целостных, динамичных, комплексных и как следствие удачных персонажей в развлекательном кино за последние десятилетия. Все потуги Диснея на схожем поприще и в подметке не годятся тем поразительным сценарным усилиям, которые были приложены к переносу Алиты на большой экран. И что-то я сомневаюсь, что в ближайшие 10 лет мы увидим что-то подобное.